Есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих. Так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Говорят, что именно морковь лучше усваивается с растительным маслом или вот со сливками и сметаной. Это правда? То есть не просто ее одну есть, а вот именно с этими ингредиентами? 3 июня, день Константина, назван в честь святого равноапостольного царя Константина и святой матери его Елены. Константин первый из римских императоров, давших свободу христианскому вероисповеданию. Однако, кроме него, остальная римская империя была во власти язычников, погрязших во взаимной борьбе и разврате. Константину было дано знамение «Крест из света и голос с небес. Сим побеждай». Далее были битвы, в которых он выиграл и утвердил христианство во всем Риме. Сегодня праздник Владимирской иконы Божьей Матери, который учрежден как дань памяти спасения Москвы во время нашествия крымского хана Махмед Гирея. Приметы. С этого дня начинали сеять коноплю и лен. Если сегодня вечером кузнецы стрекочат без остановки, будет хорошая погода. Если сегодня была гроза, то прислушивались к грому. Если он был звонкий, к ливню. Тихий, дождь слабый и закончится скоро. Если сегодня идет дождь с градом, то 3 декабря будет снег с крупой. Мы с вами не просто сделаем суп, а особо целебный суп, который называется сырой калевый суп. В него входит морковка, как основной компонент. Морковки мы возьмем примерно около 300 грамм. В нее входит в этот суп свекла и в него входит шпинат. Видимо, все это мелко будем рубить, я так полагаю. Это, наверное, будет крем-суп. Да, мы очень мелко порубим. Он будет способствовать тому, что различные отложения, которые у нас есть, он будет рассасывать и выводить. Очень хорошо. Подарок будет помогать. Ко мне тоже вывезет? Нет, у меня их нет. Я так теоретически знаю. Хорошо. Он снимает различного рода интоксикацию. Потому что если человек там, ну, будем говорить, питается неправильно, там, допустим, находится в помещении, в котором накурили, пассивное курение, все это всасывается в наш организм, жених деятельность его снижается. А мы ее повысим этим супом. Итак. Говорят, что именно морковь лучше усваивается с растительным маслом или вот со сливками и сметаной. Это правда? То есть не просто ее одну есть, а вот именно с этими ингредиентами. Вы знаете, так как ученые говорят, что якобы действительно это все усваивается лучше со сметаной и сливками, но я на своей практике убедился, что она усваивается прекрасно и без всяких сливок и масла. Поэтому ее можно пить свежей, в виде без всякого яка. А я тем временем свеколку возьму. Так, о, хорошо, ну как на вкус. Так, и у нас еще шпинат. У нас свекла и у нас шпинат. Шпинат особо оценен тем, что в нем есть различные такие вот кислоты естественные, которые вот растворяют все отложения, образующиеся, знаешь, от чего? От чего? Оказывается, когда мы едим... Попробуй. Почему-то похож на щавель. Это щавель и шпинат одинаковый. Кисленький. Кисленький. Кисленький родилась кроликом, да. Так вот, те вещества, которые здесь содержатся во всем этом супе, способствуют тому, что особенно кальций, который имеется у нас в пище, ну, в том же молоке, в том же твороге, в других продуктах, во время термической обработки он становится не таким доступным биологически. И поэтому он откладывается. Где он откладывается? Он откладывается в сосудах, делая их черствыми. Он откладывается, ну, допустим, вот если в стенках вен, это варикозное расширение. Если в этой области, значит, проблемы будут с геморроем. Вот. Он откладывается в сердечные мышцы, тоже вызывая там неприятные такие явления. 30-е лунные сутки. Эти лунные сутки бывают не в каждом лунном месяце. Их значение аналогично 29-е лунным суткам. Ничего нового не начинайте, а заканчивайте и подводите итоги прошедшего лунного месяца. Важно отдать долги, чтобы в новый месяц вступить ничем не обремененным. Питание сегодня должно быть легким, но плотным. Голодать не надо. Если имеется склонность к отекам, сократите количество выпиваемой жидкости и соленой пищи. Физической нагрузки ограничьтесь утренней зарядкой и пешеходной прогулкой. Сейчас не время тратить энергию. Хорошо сегодня почистить жилище с помощью благовония и святой воды. Первые лунные сутки. Первые лунные сутки, подобные светильнику в ночи, указывают путь. Маленький жизненный цикл, которым руководит Луна, начался. И вместе с его началом смело стройте свои планы, мечтайте. Энергетика лунного цикла поможет вам в их воплощении. Так как в это время активна голова, то не следует задурманивать ее алкоголем. Также воздержитесь от специй. Они излишне перестимулируют и этим нанесут вред. Вообще еще продолжаются высокие приливы, оказывающие повышенную нагрузку на организм. Поэтому это время проведите спокойно и умеренно вам все. Что касается очистительных процедур, там можно промыть лобные и каймеровые пазуки. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо-Про. Доброго здоровья и до новых встреч!